Так, ну что ж, друзья, мы сейчас находимся на конференции по стоматологии. Здесь у нас бизнес-процессы протекают, поэтому здесь сегодня говорят о том, как надо вести стоматологический бизнес и все прочее. Потому что все мы уже, как врачи, научились работать, мы делаем крутые работы, ничуть не хуже, чем западные коллеги. Но вот в плане управления, управления и ведения бизнеса у нас хромает, потому что нас не учат в институте финансовой грамотности. И поэтому я пришел сегодня на конференцию, где об этом говорят, и буду слушать. Инновационные зубные пасты, зубные щетки. Здесь у нас Александр, бизнес-партнер. О, привет, привет. Я все помню, помню, как все хорошо. Да, все отлично. Так, здесь у нас томографы. Другие истории. Очень красиво. Дают больше информации по функции. Когда пациент пришел функциональный, нет смысла ему продвигать эстетику, пока вы не решите вопросы функционального характера. Можно дать пациенту сделать репозиционирующую шину, сплинт, походить, он адаптируется, начнет вам доверять, и уже тогда можно презентовать общий план лечения. То есть нужно создать некую ценность. И если прозвучало слово протезирование, коронка, то автоматически сотрудник колл-центра должен сказать про акцию замены старого на новое. Ну, если бы не было вот этого анализа, что бы мы сказали? Говорил, договоряем мы всем, говорим, что вот надо менять, акция у нас есть. Нейросеть показывает, что говорят об этом только в 20-40% случаев. Человек есть человек, он забывает, ему нужно постоянно напоминать об этом. Недавно уволен начальник колл-центра с хорошими полномочиями, с хорошей зарплатой, только из-за того, что две недели подряд вот о этой акции не упоминали в 60% случаев. И разговор был достаточно объективный. Елена, смотри, раз, два, в течение двух недель динамики нет, хотя каждый день мы себе подавали вот такие вот отчеты. Ты не смогла правильно выстроить взаимоотношения с руководством, вернее, с подчередным. Дмитрий Борисович, а что было вчера на конгрессе? Помимо того, что мы разговаривали про бизнес, ведение бизнеса, там поднимались очень интересные темы, которые присущи и моей философии. То есть там говорили очень много про гигиену полости рта, про чистку зубов, проще говоря. То, что сейчас тенденция лучше предотвращать образование кариеса, приходить на профилактику, на удаление зубного налета, зубного камня, нежели потом лечить зубы. Большие клиники и большие медицинские центры, например, открывают 5-6 кабинетов для гигиены, для чистки зубов, и там 2-3 лечебных кабинета. Поэтому тенденция такая, что, вот как и в западных странах, что сначала чистим, а только потом уже лечим. Это очень классная идея.